Весна, сложное время года для коммунальщиков, служб жизнеобеспечения и дорожных рабочих. Все, что скрывал прежде снежный покров, предстает во всей неприглядности. Как не испортить людям весеннее настроение и не создать дополнительных сложностей, говорили на еженедельном совещании главы и правительства республики. По данным Министерства дорожного хозяйства республики, сегодня на яблочном ремонте задействованы 10 бригад и 22 единицы техники. В основном работы ведутся так называемым холодным способом, но кое-где применяется горячее асфальтирование, когда ямы на полотне заливаются расплавленным составом. Сегодня в столице Чувашии такой вид работы осуществляет всего три бригады. Мы, кроме этого, сегодня проводим закупку еще двух единиц спецтехники. Ориентировочно через 10 дней они прибудут в город Чебоксары. Мы сформируем пять бригад, но и объем выполняемых работ увеличим практически в два раза. Нужно отметить, что работы выполняются в том числе на улицах, в которых был произведен капитальный ремонт в прошлом, позапрошлых годах. Нужно сказать, что все это выполняется за счет подрядных организаций. Бюджетные средства на это затрачены не будут. По оценкам специалистов, с использованием всех существующих технологий предстоит отремонтировать 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Глава Чуваши еще раз обратил внимание профильных служб на участок дороги Чебоксары-Канаш в районе Шахазан. Там планируется реконструкция, насколько я помню, в этом году, капремонт вернее. Поэтому будем устранять в любом случае ямочность для обеспечения проезда, но глобальные работы планируем летом провести. Это летом. Сейчас ямочный ремонт надо давать. Ямочный ремонт будем ремонтировать. Если нужно там слой уже начинать снимать, то асфальт-то можно снимать. Техника для этого позволяет. Еще одна весенняя проблема – бешенство животных. В соседнем Татарстане, Мордовии, Пензенской области у нас в Чувашии ухудшилась эпизоотическая обстановка. Заболевают в основном лисы, а после контакта с ними – домашние животные. Выявлены несколько случаев бешенства собак и кошек. В целях профилактики бешенства государственной ветеринарной службой проводится вакцинация восприимчивого поголовья животных. На текущий год, в текущем году не допущено ни одного случая заболевания продуктивных животных. За 14 год иммунизировано с профилактической целью более 54 собак, более 16 тысяч кошек, 146 тысяч голов крупного рогатого скота, 61 голова мелкого рогатого скота. За текущий период иммунизировано с профилактической целью более 13 тысяч собак, более 10 тысяч крупного рогатого скота, более 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. Владельцам домашних животных необходимо быть особенно внимательными в это время. При малейшем подозрении обращаться к ветеринарам. По словам специалистов, к концу апреля ситуация должна нормализоваться. На совещании обсудили вопросы подготовки к паводку и обеспечения безопасности на льду. Из-за установившихся теплых погодно-климатических условий, первые половины уже марта месяца этого года на водовом республике возросла угроза возникновения происшествий, связанных с риском провала людей и техники под лед. В связи с чем сейчас с органами местного управления прорабатываем уже все вопросы по минимизации этих несчастных случаев. Подключились СМИ, общественность и работа ведется. Первые уже примеры как бы негативных моментов в Привозском федеральном округе есть. Вчера только в Нижнем Новгороде двое детишек вышли на лед просто на пруду, провалились и, к сожалению, одного спасти не удалось. Что же касается собственного половодия, неблагоприятный сценарий возможен в 56 населенных пунктах. То есть пострадать могут 903 дома частного сектора, в которых проживают более 2000 человек. По словам руководителя Госкомитета по делам ГОО и ЧС, необходимые силы и технические средства готовы к работе в условиях паводка. Обсуждены вопросы взаимодействия с другими ведомствами. Толщина снежного покрова в этом году невелика. Пик паводка ожидают в первых числах апреля. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Рассель Мухаммедов, Республика.